Девушки отдыхают И вот мы сегодня будем говорить о втором части, как и анонсировали час назад, о проекте под названием «Создание условий для развития бизнеса и занятости молодежи в моногородах». Речь идет о нашем регионе, о Кировской области. И в нашей студии Лев Шварцблат, руководитель Лиги предпринимателей «Деловая ветка». Лев Давидович, добрый день. Добрый день. С нами зам управляющего Кировским отделением по Осбербанк Дмитрий Кошкин. Дмитрий Аркадьевич, здравствуйте. Добрый день, коллеги. Ярослав Шулаков, председатель молодежного парламента Кировской области, предприниматель. Ярослав, добрый день. Добрый день. В общем, у нас здесь в студии те, кто непосредственно отвечает за реализацию этого проекта. Ну, плюс еще нужно упомянуть Министерство экономического развития, агентство моногородов, собственно, администрации моногородов. Много людей вовлечено в этот проект. Вопросы поддержки бизнеса, бизнеса молодых. Мы, так или иначе, неоднократно поднимали и будем поднимать в наших эфирах. И вот сегодня как раз-таки еще одна такая программа. Давайте, Лев Давидович, начнем с общих моментов. Почему из 11 моногородов выбраны Кирово-Чепецкий, Белая Холуница пока? В чем суть этого проекта? Ну и постепенно у нас может высказаться каждый из присутствующих гостей. Да, спасибо. Ну, в общем, этот проект, он вообще вытекает из всей логики нашей деятельности. То есть мы уже там больше 20 лет занимаемся тем, что пытаемся найти предпринимательские таланты, развить их, увеличить количество предпринимателей, создать более благоприятные условия в Кировской области для развития бизнеса. И поскольку я еще в последнее время имел некоторое отношение к моногородам, то, в общем, заметил такую вещь, что у нас, конечно, с предпринимательской активностью не очень хорошо в регионе, а в моногородах особенно. Но они же очень разные, моногороды. Они разные, но у них есть некоторые такие специфические черты, как раз связанные с монозависимостью, когда есть крупное градообразующее предприятие, это называется, где в основном все работают. Но мы понимаем, что там, да, работа хорошо, но когда нет никаких условий для отдыха, досуга, развития, для детей, для спорта и так далее, то, в общем, это для многих людей является фактором, по которому они, например, меняют место проживания. И мы знаем, что у нас отток вообще как бы большой, да, из моногородов большой, в том числе и с этим связаны, с тем, что они могут реализовать свои возможности. Поэтому мы, в общем, разработали такой проект по, значит, вот как в моногородах можно создать более благоприятные условия, найти молодых людей, заинтересованных в развитии бизнеса и помочь им с этим бизнесом стартовать. Ну, принципиальный вопрос. Эти люди-то есть в моногородах, на кого, собственно, будет рассчитана эта программа? Есть желающие изменить мир вокруг себя, создать и рабочие места, и заработать, собственно, да, заработать, и объекты досуга и так далее? Ну, вы знаете, каждый раз, что в Кирове, что в других городах, мы как-то вот с опаской, да, остались ли такие люди, тем не менее, каждый раз находятся. Да, еще отвечая на ваш вопрос, почему именно Белая Холмница и Кирович Песк были выбраны, вы знаете, что только у нас в Кировской области 11 моногородов, всего их по России больше 300. Они все, в общем, ну, как бы где-то разные, где-то одинаковые. Почему мы эти выбрали, да, потому что мы хотели сделать программу, которую можно тиражировать, которую можно предложить другим моногородам. Соответственно, мы выбирали, ну, два моногорода, которые, ну, охватывают большинство из многообразий, да, то есть Белая Холмница, ну, не очень большой населенный пункт, да, в котором, там, вот, кстати, нет сейчас градообразующего предприятия. Там кротилось, вот, там такая ситуация, Кирово-Чепец, наоборот, ну, как бы, больше город, там есть ярко выраженный лидер, другая ситуация, но... И дай бог будет. И дай бог будет, да, но мы постараемся сделать проект, который будет, мы надеемся, успешным и там, и там, соответственно, его можно будет... То есть, как бы, получается, такие эти два города, они, ну, типовые, условно говоря, да, есть такие, есть такие, да? Ну, типа два полюса, как бы, вот, там, далеко друг от друга, но если там удастся, значит, проект реализовать, да, значит, он такой типичный, тиражируемый, значит, его можно предлагать другим моногородам, причем не только в Кировской области. И к тому же и Кирово-Чепецкая Белая Холмница не так уж и далеко, в общем-то, доходится от областного центра, и тут тоже, видимо, играющий фактор. Да, 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 это очень важный фактор, да, потому что, например, если Вятские поляны, да, туда, значит, вот, ну, пока доберешься, уже там полпроекта пройдет. Поэтому, конечно, да, ну, и отношения с администрациями этих моногородов, то есть, мы давно работаем с Белой Холмницей, с Кирово-Чепецком, уверены, что там люди поддержат, заинтересованно отнесутся, как бы, неравнодушно, и, в общем, это тоже, конечно, очень важный фактор, поддержка страны администрации. Почему именно сейчас запускается этот проект, вот сейчас, в данное время? Ну, тут дело в том, что есть фонд президентских грантов, который проводит конкурсы, вот, был в начале этого года первый конкурс, наш проект в нем победил, и мы его должны, вот, как раз в этот период реализовать. Ну, и осень, то есть, летом, понятно, как бы, сложно. Первая волна, в конце мая подводились итоги, вот, вы были один из, да, вы были одними из победителей. Да, мы, и, собственно, с июня мы стартовали, у нас, вот, все организационные моменты проходили, с сентября мы в активную фазу перешли, и сейчас, в общем, проект уже, так сказать, набирая отход реализуется. А проект рассчитан на год? Нет, он до декабря, полгода, полгода, полгода. Создается у вас достаточно немного времени, чтобы, что будет являться как раз такими, вот, теми результатами, показателями, к которым вы стремитесь? Значит, это количество, и количество вовлеченных в этот проект, в том числе, не только тех, кто хотел бы создать бизнес, но и действующий бизнес. Собственно говоря, вот, почему мы очень рады, что нас Сбербанк поддерживает, Ярослав Шулаков, потому что одна из задач, это вовлечь действующий бизнес, у них очень, ну, как бы, у действующих бизнес очень важная роль. То есть, во-первых, они рассказывают на встречах, и, значит, вот, участие действующего бизнеса во встречах с потенциальными предпринимателями, это очень, как бы, ну, мотивирующий эффект. То есть, одно дело, там, пришел, условно, я, значит, там, представитель администрации. Теоретик пришел. Теоретик, да. Хотя я не скажу, что я теоретик. Совсем другое дело, когда приходят предприниматели, рассказывают. Это раз. Во-вторых, мы, вот, там, впервые в районных центрах Кировской области хотим внедрить технологию наставничества. Это когда начинающий предприниматель, и ему помогает действующий предприниматель. Эта технология у нас уже отработана. Она в Кирове работает. Она звучит, она есть уже много-много лет, если не ошибаюсь. Ну, нет, в бизнесе ей не так много лет. В Кирове в нашем проекте ScaleUp мы три года проводим. Но очень сложная технология, очень сложно найти и наставляемого, и наставника, составить пару так, чтобы пара не распалась, эффективно работала. Это очень непросто. И вот сейчас мы необходимый опыт наработали, и действующий бизнес как раз в роли наставников. Ну, и вот уже, собственно, на примере Ярослава, когда у нас, значит, предприниматели, достигая определенной величины, готовы не только выступать в качестве экспертов, как, кстати, представители Сбербанка, но и в качестве инвесторов, готовы вкладывать деньги. Ну, понятно, надо найти, ну, человека, в которого можно вложить, и проект, который можно вложить. То есть, поэтому вот у действующего бизнеса очень важная роль, без которой, ну, собственно говоря, проект, наверное, был бы неинтересен. Так, хорошо. Давайте сейчас на Лиге предпринимателей остановимся. Будем передавать слово другим нашим гостям. Дмитрий Аркадьевич. Я напоминаю, что это Дмитрий Кошкин, заместитель управляющего Кировским отделением Павла Сбербанк. О роли, собственно, Сбербанка в этом проекте. Хотелось бы, чтобы вы раскрыли как раз эту тему. Ну, наша роль, на мой взгляд, достаточно важная в этом проекте, потому что мы будем помогать Льву Давидовичу и всему проекту оценивать те предложения, те проекты участников вот этого нашего задуманного мероприятия по эффективности, востребованности рынком, с точки зрения выживаемости, по экономическим критериям. Это мы будем делать в конце пути у всех участников. И здесь наша роль, наших экспертов, она важна. Это первое. Второе, о чем Лев Давидович уже сказал, это помощь в подборе наставников. На самом деле, я думаю, что такой полноценный, настоящий опыт работы участников вот этих подобных проектов, это будет полноценный на территории Кировской области первый. Действительно, это сейчас, можно сказать, модная, правильная, новая тема в образовательных проектах. Ну вот, про наш опыт, где мы наставников еще используем, подбираем для наших партнеров, наших клиентов, это проект бизнес-класса Сбербанка и Гугла. И там как раз тоже для определенного уровня подготовленности по обучению партнеров учащихся предоставляется наставник. И вот у нас есть опыт работы в этом проекте, мы его планируем перенести на наш региональный проект. То есть у вас есть некий реестр людей, компаний, которые могут быть наставниками, да? Да, да, да. Просто проще говоря. Да, да, да. Это вот вторая роль, ну и третья роль, собственно, роль региональная. Вы в начале разговора затрагивали тему, почему именно Кирович Песк. Холуницкий, Чепецкий, да. Да, именно Холуница. Ну, во-первых, с точки зрения Сбербанка у нас есть понимание того бизнеса, который существует на этих территориях. У нас там достаточно большая клиентская база. И надо сказать, что и Кирович Песк, и Белая Холуница отличаются достаточно высокой активностью и инициативностью тех предпринимателей, которые живут на этой территории. Я бы сказал, даже психологической живучестью, потому что... В Белой Холунице это точно. А вы поясните, что вы имеете в виду? Активность, живучесть, не знаю, где-то поля сражений какие-то мне на ум приходят. Их там бьют, а они есть. Да, действительно, потому что развиваться на территории, например, моногорода, где было какое-то одно большое производство... Заранее все предрешено, казалось бы, да? Да, тут люди оказались самостоятельны, им нужно делать самостоятельный выбор, самостоятельно принимать решения, самостоятельно искать рынки сбыта и вообще придумывать, что им нужно делать на своей территории. И в этой связи предприниматели сталкиваются с большим стрессом, в первую очередь чисто человеческим, потому что у них есть дефицит в знаниях, у них есть дефицит в квалифицированном персонале, у них есть дефицит в деньгах, в конце концов, с точки зрения обслуживания текущего бизнеса или начинающего бизнеса. Я уже не говорю про кредитный ресурс для дальнейшего развития. В том числе вопрос средств на развитие, да, собственно, на расширение. Ну, Владимир, у нас в гостях неоднократно были как раз предприниматели из Белой Холуни, чтобы обратить внимание, правда, люди, которые вот все вот, о чем вы говорите, чего у них не было, они все на своем опыте это нарабатывали, поэтому они на самом деле просто стрессу устойчивы. Жизнь их бьет, 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 бьет. Это уже люди, которые уже сейчас не сдвинутся, они уже свое место заняли. Да, и я еще вот важный какой момент хотел добавить, мы это вот обсуждали с Львом Давидовичем тоже, по-моему. Ведь задача этого проекта как раз оттянуть людей, ну, может быть, из Кирова. И та близость, которая есть... Те, которые вот сейчас живут, скажем, в Тепецке, едят в Киров на работу, да, или из Белой Холуни, не знаю, есть ли. Да, 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 и как раз близость, она хороша не тем, что вот люди, как раз тем, что люди из Кирова могут приехать себе на родину, грубо говоря, и там развивать свою идею, и развивать ту территорию, куда они вернутся. В этом вот у Льва Давидовича, я так понимаю, была идея. Ну вот мы начали только еще нашу беседу, безусловно, еще предстоит о многом поговорить. Мы напоминаем, что в Кирове-Чепецке и Белой Холунице идет проект, идет уже, да, проект создания условий для развития бизнеса и занятости молодежи в моногородах. У нас сейчас небольшая пауза, вернемся через полминуты. Еще раз предлагаю напомнить, кто у нас в гостях. У нас в гостях сегодня Лев Шварцблат, руководитель Лиги предпринимателей «Деловая вятка», Дмитрий Кошкин, заместитель управляющего Кировским отделением ПАО «Сбербанк», Ярослав Шулаков, председатель молодежного парламента и предпринимателей. Мы обсуждаем сегодня программу по созданию условий для развития бизнеса и занятости молодежи в моногородах Кировской области. Я все правильно сказал, Владимир? Да, все верно. К Ярославу хочется как раз сейчас обратиться, очередь до вас дошла. Я даже не знаю, как к предпринимателю вам сейчас обращаться или как к руководителю молодежного парламента? Или как-то вот вы двуедены сегодня? У нас в молодежном парламенте комитет по предпринимательству есть, поэтому и так, и так, как к человеку. Ага, хорошо. Ну вот лично вы как предприниматель, вам интересны Белая Холуница и Кирово-Чапецк? И в чем интерес, возможно? Ну, безусловно, нам интересны не только там Кирово-Чапецк и Белая Холуница. Вообще предпринимателю интересен и российский рынок, и в будущем мировой рынок, но начинаем мы с малого, и нам важно развивать, в первую очередь, нашу малую родину, город Киров и близлежащие моногорода. Поэтому тот выбор Белая Холуница, либо Чапец, либо какой-то другой моногород для меня, как для предпринимателя, конечно, такой большой роли не играет. То есть в Лузу поедете? Безусловно, если там будут интересные проекты, да, и почему нет? Там их сколько угодно. Ну вот вы как практик, вы как практик, вот прицениваясь и прицеливаясь к Белой Холунице и Кирово-Чапецку, какие можно было бы выделить ниши, сферы, где действительно могут найти себя молодые предприниматели? Я думаю, независимо от того, в Кирове-Чапецке или в городе Кирове, ты можешь заниматься бизнесом абсолютно в любой сфере деятельности. Это и общепит, и производство, и строительство, и все что угодно. Сферы услуг? Обязательно, обязательно. Парикмахерские те же. Все что угодно, можно заниматься всем, чем угодно. Лишь бы было бы желание огромное, наверное, в первую очередь, вот, а все остальное, все получится. И молодых ребят, и мы должны их поддерживать, и благодаря данной программе, я думаю, что у нас это получится. Ну, расскажите, пожалуйста, о роли молодежного парламента, как такого совещательного органа в этом проекте. Да, молодежный парламент, вот, как я сказал, есть комитет по развитию предпринимательства, и мне, как молодому человеку, в первую очередь, да, председателю молодежного парламента, очень важно, чтобы у нас регион развивался. И мы, молодое поколение, кто, если не мы, будет заниматься этим, в первую очередь. И поэтому, когда мы с Львом Довидовичем обсуждали данный проект, конечно же, молодежный парламент готов его поддержать, и всеми силами. Ну, что конкретно ты вы готовы сделать? Что вы можете сделать? Да, что, что? Привлечь ребят конкретных для участия в этой программе, уговорить их, не знаю, там участвовать, как-то поддержать словом, делом. У нас в молодежном парламенте состоят ребята из всей области, в том числе из тех моногородов, которые будут участвовать в проекте. И, конечно, эти ребята будут привлекать у себя на местах, они живут в этих моногородах, проводить там некую рекламную кампанию, призывать. А мы, в свою очередь, войдем в экспертный совет, который также будет оценивать, я как предприниматель, буду оценивать те проекты. Это жизнеспособность, да, этих проектов, проводившихся. И вот о чем Лев Довидович уже сказал, мне интересно инвестирование, если мы увидим те проекты, которые, и тех ребят, которые готовы будут реализовывать эти проекты, то мы готовы будем проинвестировать, я готов буду проинвестировать эти проекты. Ну, у нас команда, поэтому я так. Ну, понятно, да. У нас же и Сбербанк готов будет проинвестировать проекты. Мы сейчас с вами говорим. Сбербанк, я понимаю, что он готов и может, вот мы его знаем. Да, давайте я вот немножко помогу. Дмитрий Кошкин, замуправляющего Кировским отделением Павла Сбербанка, я помню. Смотрите, я еще хотел обратить внимание на один важный аспект работы Сбербанка в партнерстве с коллегами в этом проекте. И он заключается в том, что кроме тех экспертов от молодежного парламента, тех, которые Лев Давидович привлек, которые могут обучать и рассказывать начинающим предпринимателям и тем, кто хочет им стать, как это нужно делать, какие этапы, какие действия они должны совершать. Мы как раз в своей части хотим донести вот этим людям, что на площадке Сбербанка есть возможность в том числе и дополнительно получать знания в части наших ресурсов, в которых я сказал, там это бизнес-класс, программа обучения и деловая среда. Это бесплатные совершенно площадки, на которых можно получать достаточно большой багаж знаний для того, как стартовать, для того, как дальше стартовав развивать этот бизнес. Я думаю, что мы очень логично и комфортно встроим в том числе и в этот проект эти знания. И вот у Льва Давидовича будет возможность иметь допуск к этим площадкам и, соответственно, у людей, которые будут участвовать в проекте. Вот эти площадки, это что конкретно? Это отделение? Это обучающие программы, это электронный ресурс, просто можете забивать хоть сейчас в интернете. А, в интернете, со свободным доступом, да? Да, деловая среда, либо бизнес-класс программы. Вы туда заходите и получаете определенные пакеты обучающих программ в виде видеоролика. Это все обкатано уже, да, на практике, это работает действительно, это приносит свой результат. Да, и приносит свой результат. Проверено в Сбербанке. Подействующим клиентам. И вот еще то, о чем мы второй момент хотел подчеркнуть, о чем сказали в части финансирования. Конечно, стартапы, ну, Сбербанк не финансирует стартапы, и другие банки не финансируют стартапы. Но мы можем профинансировать того предпринимателя, который, как сказали, поверил в какой-то проект. Он видит в нем конкретный финансовый результат, финансовую выгоду для себя. Имеется в виду уже действующий предприниматель. Да, и в этом случае мы можем... То есть, как бы, получается, он расширяет свой бизнес за счет, скажем, какого... Ну, я бы сказал, в партнерстве, потому что эти люди... Инвестиции в инвестора. Да. В принципе, да. Так инвестор тоже же деньги берет где-то. И, соответственно, это будет дополнительная поддержка для стартовавших в этом проекте. И я бы хотел, ну, возможность обратить внимание, что у нас с 7 октября как раз на... Очень хорошо совпало на период реализации нашего проекта здесь на территории. Со следующего воскресенья, да? Да. По 7 ноября у нас стартует очень хорошая акция по кредитованию. И я сейчас не готов анонсировать стоимость, но, честно говоря... А мы и не должны. По закону сейчас, если мы скажем, а, надо будет говорить и б. Даже меня, честно говоря, не удивили. Вот я жду подтверждения вот этой пока устной информации. Вот к тому, что все наши заинтересовавшиеся предприниматели в рамках этой программы могут очень хорошую поддержку получить. Да, я бы хотел добавить, получается такой симбиоз. Ну, то есть, вот есть там традиционные технологии, да? Когда там аудитория, значит, тут, ну, как бы глаза в глаза, да? Есть цифровые технологии, да? Там все спорят, какие лучше. Мне кажется, что тут такой, как бы, бессмысленный совершенно спор. Бессмысленный, по-моему, все, что хорошо, надо все использовать совершенно. Да, все, что помогает, все, что дает результат, все надо использовать. Но здесь мы, как бы, такой определенный симбиоз обеих технологий, да? То есть, у нас очень важную роль играет личное участие, значит, и тренеров, и предпринимателей в проведении обучения, да? То есть, я сейчас в двух словах расскажу, что сейчас будет происходить в проекте. То есть, и обращаемся сейчас ко всем жителям Белой Холуницы, Кирова, Чепецка, в том числе, к студентам из этих городов, которые учатся в Кирове, да? У вас сейчас есть возможность, вы заходите на сайт, например, Лиги предпринимателей, заполняете анкету. И, значит, вот, видимо, 20-го и 27-го, сейчас точно дату установим, мы, значит, то есть, первое, что произойдет в рамках... Так, шаг номер один. Да, шаг номер один. Они заполнили анкету. Да, заполнили анкету. Заполнили анкету. Во-вторых, у нас есть очень хороший сайт, называется «Экзам-43», где можно пройти тест на предпринимательские способности. Он очень такой мотивирующий, потому что даже если вы набрали мало баллов, но вы видите, по каким компетенциям вы отстаете, и, соответственно, что надо направить... Где у вас так называемые точки роста? Да, совершенно верно. Где нужно подтянуть? Да, и что нужно там усилить, например, переговоры, там, значит, ну, еще какие-то, да, вот, компетенции. Во-вторых, у нас запланирован тренинг на один день. Это суббота будет. Мы проводим и в Белой Холнице, и в Чапецке. Не надо никуда ездить. Туда приезжаем и проводим тренинг на целый день. Он посвящен как раз выработке идей, то есть обсуждению, какие есть идеи, какие можно реализовать, там, какие реально, какие нереально. То есть это прямо с участием экспертов будет происходить? Совершенно верно, да. Надо ли это делать в команде или одному, и как лучше, и как для каждого человека. И третий блок – это, собственно говоря, подготовка презентации и выступление с презентацией. И вот, значит, такой тренинг на целый день, не меньше, чем для 40 человек в каждом на городе. По итогам которого мы отбираем… 40 человек? Да. Но они работают в командах, это нормально. Вы точно найдете 40 человек? Нет, 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 это как бы… А, команды все-таки идут, да? Это немного, да. По итогам вот этого тренинга мы отбираем не меньше, чем по 20 человек на образовательную программу и там, и там. Собственно говоря, в ноябре проходит программа, ну и в декабре уже они презентуют свои бизнес-проекты. И потом они уже оцениваются, да? Они, да, они оцениваются, и там уже и банк, инвесторы, мы все начинаем, ну, предлагаем меры по доработке, по доведению такого-то результата, ну и не бросаем, и, собственно говоря, сопровождаем эти проекты. Леонид Ильич, я прошу прощения, я предлагаю все-таки не мчаться так галопом, у нас есть еще время. Давайте сейчас рекламу, на рекламу прервемся, и потом еще более подробно расскажем об этапах реализации данного проекта. Хорошо. Продолжаем нашу беседу, в перерыве беседуем с Львом Шварцблатом, руководителем Лиги предпринимателей Деловая Вятка, Дмитрий Кошкин также с нами, заместитель управляющего Кировским отделением ПАУ Сбербанки, Рослав Шулаков, председатель молодежного парламента нашего региона, предприниматель. Мы говорим, Николай, о... Мы говорим о проекте, о создании условий для развития бизнеса и занятости молодежи в моногородах, в котором все участвующие в нашей сегодняшней программе принимают, опять-таки, простить за тавтологию участия. Леонид Ильич, давайте продолжать, коллеги, дополняйте, не стесняйтесь, времени не так много. Итак, первый шаг, это зайти на сайт Лиги предпринимателей, либо на... Вернее, не Лига, а... И на всякий случай проверить свои предпринимательские способности. Еще раз назовите сайт, где это можно сделать. Сайт экзам-43. Экзам-43, я, пожалуй, тоже туда зайду, на всякий случай. Ну, очень полезно, да. Говорят, это никогда не поздно. Я тут недавно, кстати, проходил какой-то тест на предмет, мог ли я организовать бизнес в сфере общепита. Что-то у меня получилось там, срочно надо кафешку какую-то открывать. Ладно, давайте поподробнее. И дальше, значит... Вот это однодневный получается тренинг большой. Да, дальше у нас есть база вот этих участников, кто прошел тест и кто заполнил анкету. Мы их приглашаем на однодневный тренинг. Приезжает команда специалистов, экспертов, тренеров из Кирова. Кто в нее войдет? В том числе представители Сбербанка. Да, Сбербанка, Ярослав, предприниматели. Предприниматели, я как тренер. Значит, еще вот у нас, кто работает, специалисты по именно тренинговым, проведению тренингов. Местные предприниматели. Местные предприниматели, да, мы их приглашаем. И они, кстати, сейчас тоже проводят встречи с потенциальными участниками. Рассказывают им, почему они сами стали предпринимателями. Хорошо это или плохо, надо или не надо. То есть они уже как бы в рамках этой программы сейчас работают? В рамках этой программы, да. Такие встречи проводят. Они сейчас вот и в Белой Холнице, и в Щепецке проходят. Значит, мы все участвуем в этом тренинге, значит, на целый день. По итогам которого, значит, ну, у участников должно сформироваться представление, там, какие идеи из тех, которые они предложили, или которые там отвергли, или как-то доработали эксперты, да. То есть какую идею можно реализовать, над которой идеей стоит работать, стоит ли это делать в команде одному или как лучше для конкретного участника. Или может кому-то из присутствующих объединиться, наоборот, да, из разных команд. Может быть, они прямо так часто бывают, когда они объединяются. И третье, они научатся готовить и выступать с презентацией, получат рекомендации, что получилось, что не получилось, как лучше это делать. Вот это, собственно говоря, первый этап, который сейчас в октябре произойдет и в Белой Холнице, и в Кирово-Щепецке. — Кстати, перед тем, как продолжим, я хочу уточнить, на мой взгляд, принципиальный вопрос. Молодые предприятия матери, то есть возрастной ценз какой-то существует? — Нет, мы договорились, что никакого ограничения не будет по возрасту. — Это он уже про себя, потому что открывать кафе или нет? — Да, никакого ограничения нет. — Ехать на тренинг в Белой Холнице. — Он есть как бы нижние 14 лет, потому что моложе нельзя, ну и, наверное, рановато это рассказывать. Ну, то есть все, кому больше 14 лет, неважно сколько... — То есть, в принципе, старшеклассники, они тоже подходят. — Старшеклассники, да. И, вы знаете, у нас как раз вот, я просто могу живой пример рассказать. Вот весной этого года мы проводили обучение группы начинающих предпринимателей. И там была, вот впервые на моей памяти, когда был участник, я обратил внимание, там год рождения 2001-й. То есть она, эта девушка... — 17 человек. — 17 лет человек. — Она родилась уже в 21 веке. У нее был самый лучший проект из всей группы, а там были достаточно как бы возрастные люди. У нее был самый лучший проект, и нет никаких сомнений, что она это сделает. Поэтому тут школьники, знаете, уже сейчас... — Не-не-не, мы ни в коем случае не подвергаем сомнению способностей. — Вполне могут быть очень успешными предпринимателями. — Это могут быть, если я, возможно, я добавлю немножко, это не то, что могут, а это в том числе и должны быть именно и молодые люди, и в том числе школьники, и студенты. И мы тоже некоторое время назад говорили, что как раз от студенчества хочется получить наибольший потенциал участия и развития в этом нашем проекте. И в том числе не только в части рынка услуг, столовых, каких-то барикмахерских, а в том числе в части каких-то промышленных ноу-хау. — Или высоких технологий те же. — Высоких технологий, потому что те же ребята, которые родом из Белой Холунисы или Кирова-Чепецка, они учатся в наших университетах, в частности в Вятском государственном университете. И есть толковые мальчишки-девчонки, которые имеют хорошие идеи. И при правильном развитии этой идеи, участии наставника, дальше, если идея будет признана эффективной, бизнес-ангела, можно в том числе и производство какое-то развить на площадках в Белой Холунице или в Кирове-Чепецке. Если говорить про высокие технологии, там, наверное, не столько нужно инвеститься с точки зрения основных средств или материальных каких-то ценностей, мозги нужны. И как раз совершенно не нужно сидеть там в Кирове и... — Абсолютно всё равно, где человек сидит, да. — Вы знаете, что у нас там целая деревня организовалась уже по Слободским. — Айти-деревня, кстати, уже подбирается. — Я всё лично удивляюсь, как-то новости появляются периодически. Ой, смотрю, живёт ведь Айти-деревня, несмотря ни на что. — Поэтому как раз и на молодых рассчитано. И тот опыт, который мы имеем по бизнес-классу и по деловой среде обучения, просто обучение людей, а в том числе и зрелые люди занимаются обучением. — Да. — Я хотел поддержать, Владимир Владимирович. У нас как раз встреча, которая была в Кирове-Чепецке. Там пришёл молодой предприниматель. Ну, вот известный уже в Кировской области проект «Светопроводящий бетон». — Да, мы говорили об этом, в том числе в студии был. — Да-да-да-да. Молодой парень, да, ему, по-моему, 30 лет как раз нет. Вот он как раз на этой встрече рассказывал свою историю, как он стал предпринимателем. Он не из Кирова, он из какого-то другого региона. Но он понял, что Кирово-Чепецке — это идеальное место для реализации. И он сюда приехал. — И там цех в Чепецке есть. — И там, да, я всё создал. И он рассказывал, вот, пожалуйста, промышленное производство развилось из небольшой идеи. Ну, вот, как бы, у нас в Белой Холоннице точно такой же есть пример. Там молодой человек Дмитрий Ерёмин, который много лет назад пришёл в нашу программу «Начинающий предприниматель». Замечательные идеи, значит, не создания, как бы, чего-то из леса, а производства оборудования для лесопереработки. И у него сейчас промышленное производство, он там до 20-ти комплектов под ключ такого оборудования в год делает. Тоже производственный проект там из нуля вырос. Пожалуйста. — Ну, вот элементарно, я хотел момент один добавить. Белая Холонница — это площадка, где было хорошее машиностроительное производство. Там, ну, как минимум, кадры остались. Есть помещения и активы, которые как минимум в части аренды можно использовать. И если у даже жителей Белой Холонницы появится какая-то идея по производству какого-то там несложно-технологичного оборудования, то это тоже может развиться в хороший бизнес. Но элементарно на текущий момент, как оказывается, дикий дефицит на лебёдки. Машинные, для судов. — Я вчера в цирке был, там тоже лебёдки нужны. Артистов поднимать под кукол, так вспомнилось. — Может, откуда угодно выстрелить идея. — Один из цирков, бывший в ВХМЗ под производство лебёдок. — Да, 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 что, наверное. — Стены есть. — Всё есть, да. — С точки зрения экономики, заниматься производством на городе будет гораздо дешевле. Это и более дешёвая арендная площадь, и более дешёвая рабочая сила. Поэтому для старта даже рассматривать отдалённые регионы, они экономически более выгоднее. Если мы будем производить продукты... — А транспортное плечо? — Ну, если мы... Тут от продукта будет зависеть, да? В принципе, если мы... — Не так велико, на самом деле, 80 километров. Не принципиально. — Да, мы же не говорим о создании продукта только для города Кирова, допустим. — Заснул через час, проснулся. — А надо такие проекты-то реализовать, которые, чтобы мы из региона продавали и в другие регионы, тогда без разницы, да, вот это либо в Белой Холнице, либо в Чепецке, либо в городе Кирове производство. — Лев Давыдович, предлагаю дальше этапом всё-таки пройтись. У нас 5-4 минуты остаётся. Итак, тренинг, определили жизнеспособные, нежизнеспособные. — Определили каких-то, не знаю, самых лучших или самых эффективных, как-то из них. Вот так получается? — Ну, не то, что определили. — Ну, 20 человек, вы сказали, отобрать нужно. — Не меньше 20, но на самом деле, если все 40 захотят, мы никому не откажем. Они все 40 могут учиться. — То есть как бы инициатива будет с той стороны. — Да, инициатива будет совершенно верна с той стороны. То есть, тем более, что тут, ну, как бы сложно, да, вот в данный момент у человека не получилось. Но мало ли, может быть, он плохо себя чувствовал, он был скромный. Там масса есть причин, когда как бы человек, ну, просто кто-то вот прямо здесь и сейчас, а кому-то надо больше времени. Массу таких примеров знаем, поэтому... — Ну, типа раменцы дают себе знать, конечно. — Никогда не видим, что вы негодны, все, уходите. Нет, 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 такого точно не будет. У всех там будет как бы много шансов себя проявить. И тут вот как раз сочетание, да, значит, о чем я говорил, Дмитрий Аркадьевич, что у нас будет очная программа, там, четыре блока, когда мы будем приезжать раз в неделю. — Тоже с выездом туда, да? — С выездом туда проводить. Но параллельно с этим вот есть ресурсы, там, например, деловая среда, куда они могут зайти, и дополнительно, да, там, значит, то, о чем рассказали, еще раз прочитать, да, там, есть видеотренинги, видеоуроки, масса информации. Просто надо понимать, какая информация нужна, потому что ее так много, и в ней можно там бесконечно... — Да, в том числе, я думаю, что там эксперты из Сбербанка объяснят, как правильно и эффективно с этой информацией работать. В течение ноября вот у нас идет такой, как бы, очно интернет, интенсивный курс, он заканчивается подготовкой проекта, презентации. И дальше в начале декабря... — Вы помогаете в подготовке этих проектов? — Совершенно верно, мы помогаем, мы консультируем, мы сопровождаем, мы находим, если, например, ну, какой-то условно, да, там, фармацевтическая, да, микробиология, мы найдем эксперта, который проконсультирует, потому что нельзя быть экспертом везде, но я думаю, что точно... — Чтобы проконсультировать, что-то на выходе получается, да. — Вот, и дальше в начале декабря придет презентация этих проектов, тут, ну, значит, и... — Это финал уже такой, да? — Это финал, да. — Сколько там, по вашим подсчетам, должно быть? — Ну, мы надеемся, что будет 10 проектов в каждом моногороде. — Итого 20, да. — Это не значит, что мы, как бы, что они должны вот там в этот день стать предпринимателями. Мы понимаем, что там, может быть, они закончат институт, то есть они поймут, как это правильно делать, и когда-то в жизни им это поможет. А те, кто уже вот сейчас создал бизнес, значит, мы им совместными усилиями находим наставников, мы готовим наставников, чтобы они понимали, что значит быть наставником, что он может делать, чего нельзя делать, потому что очень много опасений тоже у предпринимателей по этому поводу, будет ли он отвечать за... Значит, ты потом наставляем, придет, скажешь, вот я сделал, и вот смотри, да. Мы эти все, как бы, ситуации объясняем, рассказываем, и мы составляем пары. Наставник наставляем, и дальше их сопровождаем, ну, чтобы был результат. Ну и какие-то все-таки учащиеся, там, участники программы, они могут стартануть сразу, и не обязательно, там, дожидаясь окончания института, там, известный пример Стив Дордж, Джобс. Он бросил всю учебу, да, и... Даже не бросая учебу, можно этим заниматься. Прекрасное предприятие, и потом они могут и зарегистрировать свой бизнес. У нас, кстати, с МФЦ, с Министерством информационных технологий Кировской области реализован проект под названием «Центр оказания услуг», где на одной площадке люди могут получить сразу и государственные услуги с точки зрения регистрации бизнеса, и с точки зрения банковских услуг. От книг на счет, не счет, одно месяц еще. Это как раз в этом году проект. Да, так не хватало много лет. Есть документы, и более того, и оформить, и сдать для регистрации бизнеса, есть также определиться с открытием расчетного счета, и, что особенно важно, в Сбербанке есть целый ряд пакетов для РКО, и, например, мы говорим, что отсутствует, есть дефицит в деньгах у молодых предпринимателей, например, у нас есть реальный пакет «Легкий старт», называется, в рамках которого РКО стоит ноль рублей. Есть уже достаточно... Расчет наказанных услуг. Да, извините, расчет на кассовое обслуживание. Есть достаточно полноценный пакет под названием «Удачный сезон», это всего 465 рублей. Это вот 100 рублей стоит обед, но там в той же Белой Холунице, наверное, и в Чапецке. Это можно там один раз в неделю сходить в спортзал вместо обеда, и, пожалуйста, тебе накопить денег, да, накопить денег, то есть... Вместо обеда один раз в спортзал, хорошо. Мы здоровы. Вот уже полезный совет. Начинающий предприниматель. Хорошо, в общем, ну что, от нас, собственно, встречная сейчас инициатива, безусловно, подвести итоги опять, да, у нас в программе в эфире, ну и очень надеемся на то, что мы встретимся с реальными... Да, встретимся именно с теми... С предпринимателем мы так как следуем, все это, честно сказать. Лишь что-нибудь интересное предложат, так что на самом деле... Да, и, кстати, вот, коллеги, если возможно, еще было... Еще 30 секунд на связи, да? Да, одно хорошее предложение было от журналиста, когда была у нас пресс-конференция, сделать некий анонс, как развиваются люди, может быть, там, одного-двух человек в эфир тоже пригласить... Вот я об этом и говорю, да, с конкретными ребятами уже, девчатами поговорить, которые прошли через все эти... Такое реалити-шопередуры. Да, спасибо большое, на этом завершается программа «Мужской понедельник», далее у нас новости, и через 20 минут программа «Особое мнение». Благодарим наших гостей, Лев Шварцблад, Дмитрий Кошкин, Рослав Шулаков. Всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания, коллеги. Спасибо.